Здравствуйте! В эфире телеканал Арис Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. В четверг, 25 августа, с рабочим визитом город посетил депутат Госдумы 6-го созыва Виктор Климов. Была затронута в том числе и тема получения водителями полисов ОСАГО. В последнее время проблема со страхованием автогражданки в городе стоит остро. Когда и каким путем жители смогут застраховать свою машину, ответ на этот вопрос искал в том числе Константин Меркушев. В здании бывшего УПК состоялась встреча жителей города с депутатом Государственной Думы. Жители города могли приходить и задавать интересующие вопросы. По-прежнему в городе не решена проблема с получением водителями полиса ОСАГО. Как сообщалось ранее, в городе осталась одна страховая компания – Росгострах. А с 1 августа сотрудники этой конторы и вовсе перестали продавать полиса ОСАГО. И теперь автолюбители вынуждены ждать и надеяться возобновления страхования ОСАГО. Я занимаюсь вопросами защиты прав потребителей финансовых услуг, занимаюсь в том числе автострахованием. Кумертау – это город, в котором сегодня большие проблемы. В этом плане я приехал для того, чтобы поговорить с людьми, для того, чтобы увидеть и услышать, как тут развивается эта ситуация. Ну и рассказать о том, какие меры сегодня принимаются для того, чтобы преодолеть эту ситуацию. Хоть жителей города собралось не так много, но дискуссия была долгой. В основном граждане интересовались сроком решения проблемы. А именно, когда водитель сможет купить полис ОСАГО без дополнительных услуг. По словам Виктора Владимировича, Центральный банк написал обращение президенту Российского Союза автостраховщиков Игорю Юргенцу с просьбой включить Башкирую в число тех регионов, где действует новая схема продажи полисов ОСАГО – единый страховой агент. По моей информации, ну, во-первых, естественно, предварительно это обсуждалось, РСА не возражает. Я точно теперь понимаю, что Росгострах поддерживает это решение, потому что им это, в общем, выгодно. По моей информации, заседание, на котором должно быть принято это решение, то есть, что здесь в Башкирии появится единый агент, заседание вот этого РСА будет 6 сентября. Это даст водителю возможность покупать полис без дополнительных услуг под контролем РСА. А также будет соблюдаться равномерность выдачи полисов. Очередей никаких не будет, и все водители будут покрыты этой услугой. Руководный Росгострах здесь, мы вчера с ним разговаривали. Он мне сказал, ну, такой был разговор, он грамотный человек, понимает вот эти цифры, как раз мы с ним все. Он сказал, как только будет принято решение о том, что в Башкирии появляется единый агент, я открою офис умертал. Также депутат уверил, что навязывание дополнительных услуг гражданам – это повод обращения в Центральный банк. За каждый факт навязывания страховки гражданин может пожаловать в Центральный банк, пожаловать с удовольствием, потому что страховую компанию, в общем, накажут на очень серьезную сумму. Ну, здесь в республике, соответственно, это там национальный банк, и они готовы право применять. Эта норма действует с 15 июля этого года. Вот я автор этого законопроекта, мы этого добились, мы это сделали существенно. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Свой 80-летний юбилей 23 августа отметил Ермолаевский элеватор. Поздравить сотрудников и ветеранов предприятия приехали гости из соседних районов, а также представители группы компаний «Нижегородский масложировой комбинат». Праздничное мероприятие состоялось в Ермолаевском дворце культуры «Молодость». Генеральный директор акционерного общества «Ярмолаевский хлеб» напомнил присутствующим историю становления предприятия. «Элеватор» смог пережить непростые 90-е годы, которые менялись и форму собственности, и владельцы, уменьшался объем приемового зерна, преодолев трудности. В настоящее время предприятие работает и развивается благодаря группе компаний «Нижегородский масложировой комбинат», куда наше предприятие вошло в 2007 году. Для гостей праздника выступили творческие коллективы Дворца культуры с национальными вокальными и танцевальными номерами. Поздравил предприятие почетный гость праздника Николай Коваленко, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан. «Действительно очень приятно присутствовать в вашем коллективе. Очень приятная атмосфера. Рад, что вы уделяете большое внимание ветеранам. Сегодня почествовали и руководители, которые здесь работали, специалисты многие, видимо, здесь, которые находятся, сделали прекрасный фильм. Это говорит о том, что действительно предприятие живет за счет того, что есть коллектив». Много искренних пожеланий и теплых слов прозвучало от присутствующих руководителей предприятий. И представители районных администраций. Лучшим работникам элеватора были вручены почетные грамоты. Также благодарственными письмами отметили ветеранов Ермолаевского элеватора и партнеров предприятия – сельхозпроизводителей района. Праздников двора этим летом больше не будет. Полюбившиеся многим развлекательное шоу последними в этом сезоне увидели жители дома по улице Ленина 28Б. И присоединившиеся к ним соседи. Репортаж о том, как это было. Праздник двора – это традиционные танцы, песни и конкурсы. Формально привязывают его ко двору определенного дома. Однако собирается, как правило, вся округа. Оно и понятно – устоять перед зажигательными ритмами действительно довольно сложно не только детям, но и взрослым. Если первые охотно становятся участниками, то вторые наблюдают со стороны, возможно, даже с легкой завистью. Ведь для веселых танцев на улице им когда-то тоже достаточно было простого желания, подогретого сотрудниками Дома культуры «Рассвет». Тем не менее, заряд позитивных эмоций, пожалуй, получили и участники, и наблюдатели. Ну, чтоб детям попало не ходить, а вот так вместе собираться, играть. Детям, чем заняться, развлекательная программа, очень хорошо, даже замечательная. Сами участвовать? Ну, у меня маленькие детки еще, с удовольствием. Но он не пойдет, маленький, вот подрастет, будет ходить, участвует потом. Детское садо, мне кажется, в помещении, там духота даже не хватает. А здесь танцы, конкурсы, развлекательные программы всякие. Аниматоры в костюмах смешариков и аквагрим стали дополнением развлекательной программы по улице Ленина, 27Б. По этому адресу был закрыт сезон праздников двора в этом году. Закрытие получилось ярким, и, возможно, именно поэтому его не смогли оставить без внимания и официальные лица. Это очень хорошая традиция, обойти, праздновать всем двором. Да, так сложилось, что у нас городские жители друг друга плохо знают. Здесь вы будете знакомиться, понимать, у кого какой там ребенок уже вырос, какой класс пошел. Подобные праздники объединяли дворы на протяжении всего лета, начиная с июня. За это время рассветовцы прошлись более чем по 20 адресам, провели более 20 ярких праздников. И пусть в этом сезоне дворовое шоу закончилось, однако оно обещает продолжиться в следующем. Возможно, с еще большим размахом. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова